Nokia G20. Презентация данного смартфона Nokia G20 состоялась 8 апреля 2021 года. Эта модель доступна в двух комплектациях. 4 гигабайта оперативной памяти и 64 гигабайта постоянной, а также 4 гигабайта оперативки и 128 гигабайта постоянной. Характеристики телефона для девочек, кто бывает в серебряном или белом цвете, а также в синем и, как его называет его производитель, цвет «Грозовая ночь». У меня в данном случае как раз синий цвет, мой любимый. Что касается остальных характеристик. Android 11. Восьмиядерный процессор MediaTek. Экран 6,5 дюймов 720 на 1600 точек HD+. Основная камера 48 мегапикселей, 5 мегапикселей и две камеры по 2 мегапикселя. Фронтальная камера 8 мегапикселей. Слот для расширения двух nanoSIM и одной microSD. Аудиоразъем 3,5 мм. USB Type-C. NFS. Это бесконтактная плата. Также достаточно мощная батарея на 5050 мАч. Вес данного смартфона 197 грамм. Надежный смартфон. Сейчас у Nokia новая линейка. Теперь добавляется к модели буковка. Буковки бывают C, G и X. G это как раз такая золотая серединка. Хорошая рабочая лошадка с неплохой камерой. Будем открывать. Открываем наш смартфон и смотрим, что же у нас здесь за комплектация. Так, внутри у нас зарядное устройство, провод и сам телефон. Давайте все-таки откроем и посмотрим, как же он выглядит. Ну, смотрите. Я не знаю, видно ли вам. Но я вижу, что это не просто синий, а синий с фиолетовым отливом. Действительно очень красивый. Кроме красивого цвета данный смартфон имеет прочный корпус из поликарбонатовый. Что гарантирует долгий срок жизни устройства. Дизайн очень лаконичный. В скандинавском стиле корпус имеет 3D текстуру с вертикальными полосками. Для того, чтобы было удобно держать смартфон в руке и не оставалось отпечатков пальцев. Я его уже держала. Отпечатков пальцев в данном случае я еще не вижу. На задней панели мы видим известный нам логотип Nokia. Кроме того, мы видим 4 камеры на 48, 5 и 2 камеры по 2 мегапикселя. А также вспышка вот здесь вынесена чуть ниже. Что касается кнопочек и разъемов. На верхней боковой панели мы видим разъем для наушников. 3,5 мм джек. А также видим небольшой микрофон. На нижней боковушке уже больше разъемов. Здесь находится микрофон, разъем для зарядки. Это USB Type-C. Порт очень удобный тем, что с первого раза ты попадаешь. И нужно искать нужную сторону провода для того, чтобы твой телефон начал зарядку. И также мы еще видим 2 динамика. На правой боковушке кнопка включения телефона. Тут регулировка громкости. Кроме того, здесь находится сканер отпечатка пальца. Находится слот для карт, а также кнопка вызова Google Ассистента. Достаем ключик. И будем открывать слот для... О, как классно открывается. Вы заметили, выскочила. А вот и слот для карточек. Две наносимки и одна microSD. У нас тут есть инструкция, как вставлять карточки. Все, карточку вставили. И включаем телефон. Момент истины. О, включается. Android Pan. Операционная система. Первое, что вижу, экран достаточно яркий. Кстати, из приятных особенностей данного смартфона хочу отметить, что Nokia поддерживает и обновляет операционную систему Android на протяжении двух лет. И три года делает поддержку апдейтов безопасности. Меня это очень радует. Привет. И начнем. Сразу телефон словил 4G. Но мы сейчас на даче. И поэтому здесь 5G не ловит. В данном телефоне стоит операционная система Android. Как только я вставила карточку в сим-карту, то подтянулись все данные, все приложения, которые стояли на прежнем телефоне тоже, который был на Android. Поэтому это очень удобно. А еще, я не знала, но этот телефон имеет FM-радио. Представляете? А также акселератор и гироскоп. Будет очень удобно считать свои шаги. Эта модель имеет хороший аккумулятор. На 5050 мА. Что позволяет в среднем держать батарею до 3-х суток без подзарядки. Я не знаю. Будем проверять. Напишу на экране, как у нас все получилось. И меня радует разъем. Вот, к примеру, разъем старого телефона. Идет мини-USB. И его можно вставить только с одного положения. Тут же вставляется с любого положения. Шнурок для подзарядки. И это упрощает использование. Если у вас остались вопросы, то оставляйте их в комментарии. Я постараюсь на них дать ответы. Также ставьте лайки, если вы зашли через YouTube. И подписывайтесь на мой канал. До скорых встреч. Пока-пока.